Приветствую вас, друзья! На самом деле спонтанное видео. Я понимаю, какая аудитория придет на это видео. Вот когда я сняла про садовод, мне писали потом, эй, дура, отодвинь голову, ничего не видно. Потом сняла что-то про митинги, то есть, знаете, такая залетная аудитория, которая не с моего канала, которая откуда-то там сняла про митинги, ты зажралась, там что-то, сука, ла-ла-ла-ла-ла. Я думаю, господи, то есть даже у меня мама, у меня мама мониторит все комментарии, все знает. Она говорит, Маша, вот ты снимаешь там про творчество, еще про живопись, приходит такая аудитория образованная, интеллигентная, культурная, открытая. Вот снимаешь там, вот сняла про садовод, и там столько негатива. Или сняла про этот вот митинг, там, ты-ты-ты, ты-ты, такой, думаешь, господи. То есть на определенные темы притягивается определенная аудитория. Но я вчера случайным образом увидела видео про Алсу и про ее дочь Микелу. Я не в курсе была, ну как, не особо была, волновалась по поводу всей этой ситуации, конфликта. Вы знаете, мне некогда просто этим заниматься. Ну, в общем, мне мама моя посвящает самые последние новости. Она мне вот, когда несколько там, когда-то это было, конфликт на голосе, детский голос, вы знаете, был. Значит, эта девочка Микела, дочь Алсу, вышла в финал. И потом она вроде как выиграла, но обнаружила, что был какой-то вброс голосов. И, значит, ее обвинили в том, что все, вообще вы там козлы, купленные негодование людей, там вообще жесть какая-то была. И первые места разделили между маленькими детьми, между всеми. В общем, все хэппи-энд, но на эту девочку Микелу такой негатив обрушился. Вот как на Алсу, так и на Микелу. Боже, столько говнищей, столько кошмара. Мне мама говорит, я их читала, мне ее так жалко, мне хотелось написать. Люди, да очнитесь, да при чем здесь ребенок, зачем вы так хейтите? Ну, в общем, вот, значит, вчера я посмотрела это видео, Регина Татаренко, ссылку прикладываю, кому интересно. И, значит, там люди, там столько негатива, типа, фу, папа попросила там попасть за кулисы к Билли Эшли, да? Значит, выпуск проплаченной лицемеры. Я читала и думала, господи, да дай вам столько денег, вы вели бы себя намного хуже людей. Вы почему? Ну, я понимаю, почему вы так ненавидите богатых людей. Но вот я думаю, вот разве Алсу виновата в том, что она родилась в семье офигенно богатого человека? Вот она такая родилась, такая вот она воспитывалась с пеленок, в такой роскоши, она даже жизни другое не знала. Мне кажется, ну, типа, она выросла и такая, папа, мне не нужны твои миллиарды, я пошла работать на завод, понимаете? И вы бы так бы сделали. Я не буду, нет, мне не нужны миллиарды. Я понимаю, о чем вы хотите мне сказать, что в нашей стране все там покупается, пусть эти богатые знают место. Ребята, ребята, ну почему вы такие жестокие? Ну, мне просто даже больно за эту, за Алсу и за ее дочь, потому что вот, например, вот, например, писать Алсу, живет в роскоши, так, папа, папа, вот ей там 12 лет, папа, я хочу петь, я хочу выступать на сцене, я хочу писать микрофоном и петь. И папа такой, да я исполню любую твою мечту, все для тебя, рассветы и туманы. И такой, я организовал все, боже, ну тут, конечно же, бедная Алсу, наверное, сама не ожидала, что отхватит столько негатива от людей, которые, конечно же, ей скажут, ты бездар. А как он ей должен был сказать? Вот к вам пришел ваш ребенок, у вас вот дофига ресурсов, дофига возможностей, вы можете сделать все. К вам пришел ваш ребенок, папа, я хочу петь. Иди, ты бездарная, у тебя нет голоса, иди работай на завод, или, там, знаешь, ну как бы не то, что я тебе не помогу, но что, ну тогда было такое время. Сейчас, как бы, я вижу, что у миллиардеров там немодно, да, кичиться, помогать своим детям. Тогда были двухтысячные, это был вот этот вот, волна такая, в общем, ладно, на Алсу это все, вот это все, весь понос полился. В общем, виноватые, богатые, всегда виноватые. А сейчас это все льется на ее дочь. Вот я смотрела интервью, я не увидела ни лицемерия, я думаю, какая талантливая девочка, поет, интеллигентная, знает языки. Да что здесь такого, есть возможность, ее развивают, она развивается всесторонне, да, она хочет заниматься музыкой. Она что, не может быть и офигенно богатая, и талантливая? Ну, то есть, вот она тоже родилась, ей нравится петь, но она такая, нет, я не буду пользоваться родительскими возможностями, я пошла там сама, буду петь в переходах. Да если есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться? Вот, и я просто, а, там за кулисы, знаете, что люди, фу, папу попросила. Камон, ребята, если бы у вас была такая возможность, вы бы своего папу и не об этом бы просили, не только попасть за кулисы, вот этой певицы Билли Эшли. Вы бы обо всем на свете бы просили. И вот реально была бы у меня такая возможность, я бы такая, папа, организуй мне это. Блин, ну это же круто, вот. Да, а мы просто с вами завидуем, мы просто с вами нищие, поэтому столько злости. Я понимаю, что сейчас выльется на меня, но я вот когда-то, вы знаете, проходила всякие бизнес-тренинги, и вот помните, я вам рассказывала, 5-6 лет, но я была на бизнес-молодости, и тогда вел Петя Осипов с Мишей Дашкиев, и Петя был очень таким жестким. И на ниша результат. Мне было 20 лет, у меня там уже что-то там, я умела делать, но мне было очень страшно, что он меня поднимет и скажет, и на нишу результат. И я такая, о господи. И я помню, мы с моей сестрой так потом подхватили эту шутку, он над кем-то так, ну, стебанулся жестко. Типа, сейчас расскажу. Что-то, ну нет, там был смысл такой, что ты там думаешь, это дорого, это дорого, это дорого. И он такой, очнись, какой-то вот такой там был подтекст, я уже так не помню, сейчас попробую передать смысл. Типа, очнись, ты нищий. И мы вот с сестрой тогда тоже начали так смеяться друг на другом, типа, вот у нас нет денег на что-то, это недорого, это у нас просто нет денег, мы просто нищие. И вот мы тогда начали друг на другом смеяться, что когда на что-то не хватает, очнись, ты нищий. Ну вот так и получается, понимаете? И, конечно, большая часть людей, большая масса из-за своей нереализованности, из-за того, что не берут ответственность за свою жизнь, из-за того, что много вот этой желчи, зависти, злобы. Конечно, они будут так топить, я тут мне как бы к гадалке не хотеть, не буду это говорить, типа, о, почему люди там оставляют такие комментарии, но почему люди так ненавидят богатых людей? Вот я думаю, знаете, почему вот никто не может себя поставить на место вот этой девочке или Алсу, сколько они говнищие у нас в своей жизни. Это, знаете, вот как богатые, но у них свои уроки, у них своя жизнь, у них своя вот эта вот проработка, свои какие-то боли, свои моменты. Но не так же все, нет такого, что ты такой богатый сидишь, такой, нет, вот видите, какая у них жизнь непростая. Мы не знаем, что у них там в семье, но вот у Алсу какие-то глаза грустные на это, и все такие, фу, купила передачу. Ребята, да я тоже бы купила эту передачу, если бы, ну вот представьте, вот что, мы с вами не ошибаемся? Вот скажите, мы с вами не совершаем в жизни ошибок? Да я вас умоляю, господи, если бы случилось так, что, ну вот произошло такое говнище вот с твоим ребенком, вот ты не знаешь, чего там кто-то, вот, например, вот я это понимаю, что, может быть, это, ну, Микела, Алсу, они даже не были в курсе, да, просто какой-то, может, родственник, ну вот у него есть, он такой, эх, вот там есть какая-нибудь биржа по смс-кам, да, он такой, а закину-ка я три ляма, пусть они, короче, там, ну вот там, ей нафигачат этих смс-к, может, они не в курсе были, такие, ну, нафигакнул три ляма, и там смс-к, то есть мне кажется, что это, если бы это действительно было бы проплачено, это бы никто об этом, мы с вами тем более об этом бы никогда не узнали, но когда это такая лажа, когда это такая грязь, то есть я думаю, что это все обернулось еще вообще трындец, вот это все случилось, вот полилось на нее столько вообще ужасного, про Микела, вот, и, знаете, люди переходят на личности, и некрасивая, и неталантливая, я думаю, господи, да хорошая девочка, ну, как бы, что они там, ну, оценивают, оценивают, ну, вообще, вот этот ужасный, не над ситуацией, что там, а именно к ней, к Алсу бездарность, она бездарность, и я вот думаю, вот произошло вот это все говнище, да, Алсу должна была своей дочке сказать, так, вот, запомни на всю жизнь, ты говно, я говно, вся твоя семья говно, все, мы сидим, мы не заслужили в этой жизни высовывать нос, все, забудь про все свои возможности, запомни на всю жизнь, что ты, предположим, поганое ничтожество, как люди пишут, запомни, не высовывайся, даже не смей высовываться, как там в комментариях, фу, да они посмели высовываться, да, да это, господи, да вы бы сделали точно так же, а может быть, еще и хуже, ну, вот, я думаю, произошла какая-то фигня, да, прошло время, и действительно нужно как-то реабилитироваться, да, если есть возможность, почему бы и не купить эфир, почему бы не попробовать исправить эту репутацию, почему бы нам, вот этим массам нищим, не быть более великодушными и добрыми к этим людям, к богатым людям, но что они виноваты, что они богаты, откуда столько, ну, я понимаю откуда, но мы с вами должны быть немного, как сказать, мы что с вами такие тупые быдла, что ли, мы что с вами такие, мы что такие вообще люди, что ли, чтобы так топить других людей, ну да, они богатые, ну, вот так получилось, они родились в такой семье, так получилось, мы родились в такой семье, но это не хорошо и не плохо, у каждого своя жизнь и свои уроки, вот, и это видео о том, что поставьте себя на их место, на место лсу или на место этой девочки, вот представьте, что у вас есть все, 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 и вот так получилось, что вы любите музыку, хотите петь, у вас есть все для этого ресурсы, почему бы этим не воспользоваться, понимаете? Вот и все, вот что я хотела сказать, конечно же, как вы поняли, это видео проплаченное, мое новенькое Бентли уже ждет меня, так что кто увидит меня на улицах, ну вы же понимаете, вот так. Все, всем, друзья, до скорых встреч, с вами была Мария, проплаченный спикер, потому что в нашей стране о богатых людях хорошо просто так не говорят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok